Наконец, сессия позади. Кирилл буквально на крыльях летел из университета, сдал самый сложный последний экзамен. Даже сам не ожидал, уже морально был готов к пересдаче, пошел последним в аудиторию. А преподаватель раз и удивил. Говорит, устал я от вас. Покажите, что вы там написали. Посмотрел ответы Кирилла. Если честно, хлипкие были ответы. Тройки хватит? Зевая спросил преподаватель. Хватит? Кирилл даже не мог поверить, что самый въедливый преподаватель вот так в легкую ставит ему положительную оценку. Тройка? Да ведь даже отличники этот предмет с трудом сдают с первого раза. А тут он, Кирилл, не самый прилежный студент. Нет, не глупый. Просто к четвертому курсу уже порядком все надоело, хочется просто получить диплом. На остановке Кирилл довольно улыбнулся сам себе. Две недели каникул, можно и отдохнуть. Молодой человек, извините, вы не дадите позвонить со своего телефона? У меня трубка села. На него смотрела невысокая кореглазая девушка. Да, пожалуйста. Кирилл добродушно улыбнулся. У него сегодня вообще хорошее настроение. Девушка благодарно кивнула в ответ и взяла его телефон. Алло, мамочка? Да, это я. С другого телефона звоню. Девушка затороторила в трубку. Мама, ты машинку стиральную сегодня включала? Правильно, и не включай. Там что-то слив барахлит. Я забыла тебе вчера сказать. Не дай бог, затопим соседей снизу. Ну все, я уже еду. Ты на этот номер не звони. Мне его одолжил молодой человек. Мама, просто парень. Не знаю, как его зовут. Она отключила телефон и отдала Кириллу. Он продолжал смотреть на девушку. Такая симпатичная. Меня Кирилл зовут, улыбнулся он вновь. Полина, ответила девушка. Тут подошел автобус. Так получилось, что Кирилл и Полина сели рядом. Они поглядывали друг на друга, но не решались заговорить. Наконец Кирилл не выдержал. Простите, Полина, а что вы сегодня делаете? То же, что и каждый вечер, улыбнулась девушка. Готовлюсь к следующему рабочему дню. Так вы работаете? А кем? Кириллу очень понравилась его спутница, и он открыто с ней флиртовал. Девушка засмеялась и покачала головой. Мол, прыткий вы молодой человек. И тут у Кирилла зазвонил телефон. Вас, удивленно сказал Кирилл и протянул Полине трубку. Девушка также с удивлением посмотрела на парня и взяла телефон. Мама, ну я же сказала, не звонить сюда. Это телефон незнакомого мне молодого человека. Да, просто мы в одном автобусе едем. Что? Я же просила не включать машинку. Вода хлещет? Нет, ну что делать? Кран перекрывай. Да, будем без воды. Сантехник только завтра придет. Она отключила телефон и тяжело вздохнула. Проблемы? Поинтересовался Кирилл. Да, вы все слышали. Ведь сказала же ей, чтобы не включала эту чертову машинку. Вот мама, видите ли, она думала, что ничего страшного. Наделала дел. Хотите, я могу помочь? Простодушно предложил Кирилл. Зря, что ли, в техническом вузе учусь? Ой, простите, но я вас не знаю. Нет, я сантехника дождусь. И до завтра без воды будете сидеть? Полина, скажу прямо, вы мне понравились, и хочу с вами познакомиться. А ваша машинка – прекрасный повод. Не бойтесь, я не маньяк, не квартирный вор. Даже могу вам свой паспорт показать. Покажите. Полина с интересом посмотрела документ. А скажите, Кирилл Андреевич, а чем вы будете ремонтировать мою машинку? У меня и инструментов-то нет никаких. Кирилл задумался. Девушка уходила из его рук. Но так просто он не сдастся. Через пару остановок я выходить должен. Могу сбегать домой, взять все необходимое и приеду к вам. Вы мне скажете свой адрес? Полина задумалась. Вроде бы нормальный парень. Нет, она девушка серьезная и на улице не знакомится. Но тут такое дело, и правда не хочется без воды сидеть всю ночь. Полина и сказала. Оказалось, что она живет через остановку от Кирилла. Через час парень уже стоял у дверей и квартиры со всеми нужными инструментами. Дверь открыла Полина. Выглянула симпатично, еще молодая женщина. А вот и сантехник, обрадовалась женщина. Кирилл прошел в ванную и быстро все исправил. Пустяковая была проблема. А потом они втроем пили чай на кухне. Вот так Кирилл и познакомился с Полиной и ее мамой Анной Сергеевной. Оказалось, что Полина полгода только как живет в этом городе. Снимает эту квартиру, работает в школе учителем истории. Год, как окончил институт в Москве. Из Москвы в наш город? Удивился Кирилл. Обычно наоборот бывает. Полина только улыбнулась грустно и промолчала. Кирилл понял, что лучше больше не лезть с расспросами, домой засобирался. Но на прощание предложил Полине погулять в выходные по городу, в кафе посидеть. Так сказать, пообщаться в более романтической обстановке, нежели на коленках у стиральной машины. Полина согласилась. Понравился ей парень. Просто душный такой и симпатичный. На свидании Полина немного рассказала о себе. Оказалось, что в Москве у нее была несчастная любовь. Она мечтала выйти за него замуж. Но вдруг оказалось, что жених-то женат. Полина, чтобы заглушить свою боль, уехала подальше от столицы. Хоть и жили они с мамой в трехкомнатной квартире, была перспективная работа в элитном колледже. Все бросила. «И не жалею», — призналась Полина. «Мне нравится в вашем городе. Как будто родной он мне». Кирилл рассказал о себе. Живет с родителями. Мама в магазине продавцом работает. Отец на стройке. Обычная семья. «А твой отец где?» — ляпнул Кирилл. «Он с нами не живет. Нет, я его знаю. Деньгами он помогал и сейчас иногда помогает. У них с мамой не сложилось. Развелись они еще до моего рождения. У мамы мой характер не сахар. И, если честно, она давно отца забыла и отсутствием мужского внимания не страдает. А с отцом я по интернету иногда общаюсь. Он, кстати, в этом городе живет. Даже пару раз встречались. Смешной он. Боится, что его новая жена узнает про дочь от первого брака. Ревнивая она очень. Но я не обижаюсь. То есть он обманывает ту вторую свою семью? Ну, почему обманывает? Не договаривает. Мол, я не осуждаю. У каждого своя история. Кирилл согласно кивнул, хотя не понимал он этого. Его родители всю жизнь вместе, и у них уж точно нет секретов друг от друга. Кирилл и Полина стали встречаться. Их не смущала небольшая разница в возрасте. Полина была на три года старше, но это пустяки. Им так было хорошо вдвоем. Прогулки под луной и душевные разговоры плавно перетекали в более близкие отношения. Кирилл частенько оставался ночевать у Полины. Родители Кирилла с пониманием поглядывали на сына, посмеивались. Повзрослел их мальчик. «Сынок, ты только раньше времени нас с дедом, с бабкой не сделай», – смеялся отец. «Да-да», – кивала мама. «Вначале институт окончи. И, кстати, ты когда нас уже познакомишь со своей девушкой?» «Скоро», – важно ответил Кирилл. Он был уже готов познакомить возлюбленную с родителями, но у Полины то уроки, то дополнительные занятия. Да и рабела она, когда речь заходила о знакомстве с мамой и папой Кирилла, хотя очень даже хотела пообщаться. А потом все решилось само собой. Через два месяца Полина поняла, что беременная. «Полинка», – восторженно воскликнул Кирилл, узнав новость. «Да это же замечательно! Все, завтра идем в ЗАГС». «А как же твоя учеба? И мы ведь всего два месяца встречаемся». «А что учеба? Год какой-то остался. Закончу». «Параллельно возьму заказов в интернете, я там программки пишу». «Неплохо платит». «Полинка, прорвемся». «Как я тебя люблю». И два месяца – это только начало нашей счастливой долгой жизни. Но больше ты не отвертишься?» «Ты о чем?» «С родителями знакомиться надо. Анну Сергеевну-то я знаю, а ты моих до сих пор не видела. Все, решено. Идем сегодня же». «Но неудобно, надо заранее предупредить». «Ой, давай не будем. Я позвоню за час до нашего прихода. А то мама начнет там кашеварить, суетиться. Волноваться будет. А так сюрприз. Тортик купим и чай попьем». Полине этой зате не очень понравилось. Но Кирилла было не остановить. У него ведь такая радость. Любимая ждет ребенка. С этой новостью обязательно надо поделиться с самыми родными. Андрей и Татьяна немного растерялись, когда сын позвонил и сообщил, что они с невестой уже на полпути. Возмущаться было некогда. В принципе, от Кирилла это было ожидаемо. Он вообще как вихрь, как ураган. Если что-то решил, то тут же начинает воплощать в жизнь задуманное. И его было не остановить. Татьяна уже заправляла салат, когда в дверь позвонили. «Прибыли!» — крикнула она мужу. «Открой!» Андрей направился к двери. «Привет, пап!» В проеме появился улыбающийся Кирилл. «А вот и мы! Полин, проходи!» И он подтолкнул девушку к двери. Полина и Андрей встретились взглядами и оба застыли, как каменные. «Это ты?» — прошептала в ужасе Полина. «Не может быть!» «Ты девушка Кирилла?» — произнес потрясенный Андрей и покраснел, как рак. Из кухни выглянула Татьяна и тоже подошла к двери, непонимающая смотрела на мужа, на девушку. Кирилл тоже растерялся. «Папа, что происходит?» — наконец произнес он. «Папа!» — повторила Полина и покраснела. Потом из ее глаз брызнули слезы. «О, господи, какой ужас!» Она вскрикнула и побежала вниз по лестнице. Кирилл хотел было кинуться за ней, но Андрей схватил его за руку и затащил в квартиру. «Пусти! Пусти!» — кричал Кирилл. «Я должен ее задержать! Что случилось, я не пойму!» Андрей все еще пунцово-красный, наконец, отпустил сына. Тот бросился к двери. «Сынок, она твоя сестра!» — хрипло крикнул Андрей в спину Кириллу. Татьяна, услышав это, так и охнула. Парень буквально впечатался в дверь и застыл, потом медленно повернулся к отцу. «Сестра?» — прошептал Кирилл. «Как это возможно?» «Я долгие годы молчал, думал, так лучше. Но разве я мог представить, что вы познакомитесь?» «Познакомитесь? Папа, я ее невестой считаю. Она беременна от меня». «Беременна?» «Сынок, да как же так?» — пробормотал Андрей. Татьяна, наконец, немного пришла в себя и решила взять ситуацию в свои руки. «Так, Андрей, давай по порядку. Что за дочь, почему я о ней ничего не знаю?» — не спросила, потребовала Татьяна. Андрей немного помолчал, вздохнул и рассказал такую историю. Много лет назад они с Анной поженились, но, как говорится, не сошлись характерами. Через два месяца разошлись. Потом Анна поняла, что беременная, сообщила Андрею, но при этом сказала, что не хочет видеть его и не желает, чтобы он участвовал в жизни ребенка. Андрей вначале был возмущен, пытался все-таки выстроить хоть какие-то отношения, но ничего не получилось. Анна уехала в Москву, там родилась Полина. Вскоре Анна и замуж вышла, потом развелась, потом еще пару раз сходила. В итоге занялась воспитанием дочери. У нее была хорошая работа, квартира. Андрею в ее жизни места не было. Но он не мог забыть, что у него есть дочь. Поэтому Андрей разузнал адрес и высылал дочери подарки, деньги. Немного, сколько мог. Анна решила не препятствовать. Хочет общаться, пусть общается. На расстоянии. Когда появился интернет, Андрей с Полиной общались. Несколько раз отец с дочерью даже встречались. «Я не могу понять, ты почему от меня все это скрывал?» – спросила Татьяна. «Таня, ты же такая ревнивая, могла мне этого не простить. А Аня? Она ведь даже дочку на меня не записала. Но ты бы все равно этого не поняла». Потому и молчал. «Я что-то не видел у тебя такой девицы в друзьях в социальных сетях», – подметила жена. «Так я с левой страницы с ней общался». «А деньги? Ты говоришь, деньгами помогал?» «Таня, у меня ведь столько халтур бывает». «Ну, мог я. Вот и помогал дочери. Ну вот представь, если бы ты знала, ты бы постоянно меня упрекала, что у меня дочь на стороне. И что я деньги из семьи отдаю тем, кому они не очень-то нужны. А она моя дочь». Таня промолчала. Возможно, муж и прав. «Господи, я столько лет думал, что у моих родителей идеальные отношения. И они ничего не скрывают друг от друга. А тут такой скелет в шкафу». Кирилл тяжело вздохнул. «Я не могу поверить. Полина – моя сестра. Какой ужас!» Родители разом посмотрели на сына. «Кирилл, это ужасно. Но Полине надо избавиться от ребёнка», – наконец произнёс отец. «Ты же понимаешь, генетика – это будет больной ребёнок». «В том-то и ужас», – с горечью ответил Кирилл. Потом он словно очнулся. «Я поеду к ней. Я не могу её сейчас бросить. Это подло. Ей сейчас намного хуже, чем мне». Но в квартиру к Полине Кирилл так и не попал. В тот вечер девушка его не пустила. «Уходи», – плакала она из-за закрытой двери. «И больше не приходи сюда». «Господи, зачем? Зачем я приехала в этот город?» «Полин, я сам ничего не знал». В отчаянии Кирилл чуть не плакал. «Прости меня». «Ты ни в чём не виноват. Но больше не приходи сюда. Забудь меня. Уходи. Мне завтра в больницу надо. Я уже позвонил». Кирилл понял, для чего ей надо в больницу. Его сердце сжалось от боли. Ещё несколько часов назад он так радовался, что скоро станет отцом. А теперь их с Полиной малыш обречён. И другого выхода нет. Они родные друг другу. Так нельзя. Кирилл вернулся домой. Отец ушёл спать. Мама сидела на кухне и смотрела в окно. «Поговорили?» Она повернула голову к сыну. «Да, поговорили. Полина завтра же идёт на аборт». Больше ничего он не стал говорить. Ушёл в свою комнату. Татьяна тяжело вздохнула. Её мальчик прямо посерел от горя. Видно, он очень любит эту девушку. Татьяна выключила на кухне свет и открыла окно, щёлкнула зажигалкой. Вдыхая едкий сигаретный дым, Татьяна думала о своём. Двадцать три года назад ей казалось, что никогда её тайна не всплывёт. Она поклялась себе, что забудет своё прошлое. Но сейчас Татьяна стояла перед непростым выбором. Сделать несчастным своего сына или навсегда разрушить свою жизнь. Тогда ей было двадцать лет. Влюбилась как дурочка в одного командировочного. А он уехал. Обещал позвонить, но пропал навсегда. Она забеременела. Шла на аборт, когда вдруг у неё сломался каблук, и она едва не упала. Незнакомый мужчина подхватил её. «А почему такая грустная?» – спросил он. «А давайте я вас кофе угощу». Купил кофе в уличном кафе. Усадил её, а сам с её туфлей побежал к сапожнику. Рядом был ларёк. После они уже гуляли по городу, общались. Андрей, а это был он, оказался таким, каким Таня и представляла себе настоящего мужчину. Симпатичный, неглупый, настоящий. Она поняла, что тот её первый роман – просто ошибка. Но ребёнок уже был. Когда Андрей позвал её замуж, у неё не хватило духа сказать, что она беременная от другого. А он после двух недель знакомства уже в ЗАГС повёл. Так и не сказала ему. Врачей Таня уговорила, чтобы ей срок передвинули. Вот и родила Кирюшку вроде как семимесячного. Андрей так радовался сыну и так его любил. И её любил. И она тоже. Только вот родить ему больше не смогла. Оказывается, Андрей тоже от неё скрывал своё прошлое. Значит, не так-то уж они друг друга и любили, если не доверяли. Или берегли? Таня не могла понять. К утру пачка сигарет была пустая. Таня так и не сомкнула глаз. Ты чего? Не ложилась? В кухню заглянул Андрей, увидев сигареты, виновата опустил голову. Таня, прости меня. Андрей, ты признался. И я должна. Наконец решилась Таня. Что должна? Признаться? И Таня сбивчиво, вытирая слёзы, всё ему рассказала. Кирилл не мой сын? Тихо проговорил Андрей. Столько, столько лет ты молчала. Я боялась, что ты меня бросишь. Любила тебя очень. И люблю. Танюшка, я всю жизнь мучился, что не могу признаться в своей тайне. Оказывается, ты тоже молчала. И кто кого ещё больше обманул? Татьяна опустила голову. Оба виноваты. Молчали, потому что боялись своей правды разрушить свою семью. А теперь страдает сын. Эта мысль одновременно пришла в голову обоим. Надо позвонить Полине. Сказала Татьяна. У тебя есть её номер? Да, уже иду. Но телефон Полины был недоступен. Кирилл только под утро забылся тяжёлым сном, когда вдруг его начали трясти за плечи. Открыл глаза, над ним склонился отец. Сынок, в какую клинику поехала Полина? В волнении спросил Андрей. Какая разница? Огрызнулся Кирилл и отвернулся к стене. Есть разница, крикнула Татьяна, стоявшая рядом. Она не твоя сестра. Кирилл тут же открыл глаза и резко сел. Родители коротко, сбивчиво, всё ему рассказали. Ну, родители, вы понимаете, что из-за вашей лжи Полина сейчас? Кирилл схватился за голову, а потом, наспех одевшись, рванул в поисках Полины. Он вспомнил, что видел визитку на тумбочке у Полины, частная клиника. Как-то она ему сказала, что доверяет врачам только этой клиники. Там есть все специалисты, адрес тут недалеко. Кирилл молил Бога, чтобы Полина была именно там. В регистратуре ему вначале никак не хотели говорить, здесь ли Полина. «Да поймите, она сейчас может сделать непоправимое», – скричал Кирилл. И тогда девушка-администратор, видя его отчаяния, сказала, где искать Полину. «Мужчина, туда нельзя», – услышал он оклик санитарки. Но он только рукой махнул. Полину он увидел у кабинета. Она сидела в ожидании. Кирилл подбежал и плюхнулся перед ней на колени. «Ты зачем здесь?», – с болью прошептала Полина. «Уходи. Полина, ты мне не сестра», – выдохнул Кирилл. «Как это?» «Мои родители, которых я считал идеальной парой, заврались окончательно. Получается, мой отец вовсе не мой отец». И Кирилл рассказал вкратце, как обстоят дела. Полина только качала головой, никогда не думала, что такое бывает. «Девушка, вы готовы? Пойдемте», – из кабинета выглянула медсестра. «Не пойду», – улыбнулась Полина и вытерла слезы, которые так и лились из ее глаз. «Но уже от счастья я передумала». Медсестра посмотрела на нее, на Кирилла и одобрительно кивнула в ответ. «Вот и правильно», – сказала она. А через месяц Полина и Кирилл расписались. Была свадьба в тихом семейном кругу. Андрей простил Таню. Таня простила его. «Да, все тайное становится явным. Об этом надо помнить. И эта история тому подтверждение». «Самое интересное, что Анна нашла общий язык с Татьяной. А куда деваться? Скоро бабушками станут». «Нет, ну вы придумали. Кирилл – сын Андрея», – улыбалась Анна. «Я бы сразу поняла, когда он к дочке машинку ту дурацкую пришел чинить». «Это как?», – удивилась Таня. «Он бы меня бесить сразу начал». «А Кирилл мне понравился. В общем, я лучше любого ДНК-теста». «Неужели ты меня так ненавидишь?», – усмехнулся Андрей. «Я? Тебя? Да ни в коем случае», – захохотала Анна. «Но жить с тобой ни за что на свете». А потом серьезно добавила. «И ты, Таня, не ревнуй. Честно, я Андрея никогда и не любила. Так, ошибка молодости. Единственное, за что благодарна – за дочку». «Ошибка молодости», – горько улыбнулась Таня. «У каждого у нас свои ошибки. Ой, ребята, главное – дальше друг другу не врать. И еще. Я подумала, вот Кирилл отучится, и я заберу их в Москву», – сказала Татьяна. «У меня большая квартира, всем места хватит. Да и другие возможности в Москве. Вы ведь не против?» Андрей и Татьяна были согласны с Анной. «Но вот молодые решили жить сами по себе. Пусть пока в съемной квартире, но постепенно обживутся, приобретут свою квартиру. И у них все будет по-другому. Они никогда не расстанутся, и уж точно между ними никогда не будет лжи и недосказанности».